Скажи слава Иисусу. Скажи слава на Иисус. Аллилуйя. Аллилуйя. Знаете, вот тема моей сегодняшней проповеди. Темата на мою проповеду днес. Программа 12 шагов не работает без Иисуса. Программа на 12 ступки не работает без Иисуса. За что? Почему? За что? И вот на эту тему немножко я... Мы сегодня пройдем очередные три шага. Днес, скажите мне, устанавливаете три ступки. Мы молодцы. Браво на нас. Минахме и половината от программата. 12 шагов. На 12 ступковата программа. Более правильно эта программа звучит так. По-правилно тази программа звучит както. Программа духовного освобождения. Программа на духовно освобождение. От любой зависимости. От всякаква зависимост. То есть от любого рабства. От всякакво рабство. Духовно, психологическо. Знаете, что сегодня основна масса людей находится в рабстве? Знаете ли, че основната масса от хората се намира в рабство днес? Что это за рабство? Какво это рабство? Я бы его назвал психологическое рабство. Бих го нарекал психологическое рабство. Люди верят средством массовой информации. Хората верят на островства, на массовата информация. Но слава Богу, что уже поменьше. Но слава на Бога, че вече помалку. Я раньше признаюсь, что тоже, как любой доктор, который заканчивал наши медицинские институты. Ще признаю, като един от лекарите, който я завершил един от местните университети. Я буквально слепо верил. А слепо вярвах. Например, Всемирна организация здравоохранения. На Всемирна организация на здравеопазването. Сегодня я хочу сказать о том, что, может, это такое немножко смелое заявление. Днес искам да кажа едно, может быть, смело заявление. Но я хочу так сказать о том, что сегодня я не верю. Но искам да кажа, днес аз не вярвам. Того, что диктует докторам Всемирна организация здравоохранения. На това, което на лекарите диктува Всемирна организация на здравеопазването. И считаю это даже опасно. И го смятам даже за опасно. Потому что мы живем в такое время. Защото живеем в това время. Информационная лошь. Информационная война. Гибридная война. Третья война, она уже давно идет. Третья война, она уже давно идет. Ну, давайте мы будем меньше касаться политики. Да, малко, по-малко да докосваме политиката. И лучше будем смотреть на Иисуса. И по-добре да гледам Иисус. Амин. И вот именно про это. Вы знаете, я прошел, ну, как врач-нарколог. Като лекар-нарколог, аз преминах. Я работал в наркодиспансерите. Преминах през наркодиспансерите. Работих там. Психоневрологическом диспансерии. Психоневрологически диспансер. Работал как обыкновен врач-психиатр. Работих като обыкновен лекар-психиатр. как врач-нарколог, работал заведующим психотических отделений. Психотические отделения. Это значит отделение, где психозы. И там периодически поступали наркозависимые. То есть я эту тему исследовал. Я знаю ее напрямую. Статистиката. Статистиката е много твърдо нещо. По международной статистики. Эфективность наркологических стационаров. По лечению наркозависимых. Но правда это данные примерно 20-летни давности. Я думаю, сейчас они еще хуже. Тогда статистика была, я читал ее в сводках, 0,002%. Тогава статистиката е била 0,002%. То есть. То есть. На 100 000 наркозависимых. На 100 000 наркозависимых. Которые прошли через лечение в наркодиспансерах. Които са минали лечението в наркодиспансерите. Получили освобождение от наркологической зависимости. С прослеженной ремиссии 5 лет. С ремиссией от 5 годин. На 100 000. На 100 000. Наркоманов. Наркомани. Всего лишь 2 человека. Само 2 человека. Нормальная статистика. Нормальная ли это статистика? Я сравняваю ее с программой 12 шагов. Международная статистика говорит, что эффективность 12 шагов, 70%. Нормально? Не 100. 70%. Это честная статистика. То есть из 10 человек, наркозависимых, 7 человек, получают освобождение. Стойко ремиссия. Видите разница? Я думаю, что разница огромная. Мисля, че разликата е огромна. Или на 100 тысяч наркозависимых, только двое. Или на 100 тысяч наркозависимых, само двама. Или из 100 наркозависимых 70 получают. Но это небо и земля. Почему так? Защо така? Знаете, я думаю, что все началось именно с основателей. Аз мисля, че всичко е започнал от основателите. Основател, не буду называть его имя. Но основателе, аз няма да называвам имя тому. Он тяжело страдал алкоголизмом. Той тежко е страдал от алкоголизм. И он понимал, что он погибает. И той разбирал, че загиба. И он начал искать методы. И той започнал да търси методы. Как спастись. Как да се спаси. Как помочь себе самому. Как да помогне сам на себе си. И он начал просто рискать, искать. И започнал да търси навсякъде. Кто поможет. Кой ще помогне? Лежал в наркодиспансерах. Попадал в больници. Попадал и в болници. Ничего не му е помогнало. И тогава отиде в църква. Он увервал. Повярва. И начал искать принципи. И започна да търси принципите. Котори бе помогли ему. Които биха му помогнали. И они му реально помогли. И които реально са му помогнали. И он их начал систематизировать. Той започна да ги систематизира. И так возникли 12 шагов. И така е возникнала 12-стъпковата программа. Знаете ли, в моем окружении. Я думал, что ест как минимум 10 пастырей. Има плани 10 пастури. Священиков. Священици. Которих я знаю лично. Които аз лично ги познавам. Моята супруга Наталия ги познава. Они священики. Те са священици. И они бивши наркомани. И бих и са бивши наркомани. Я думал, что даже от этого примера. И даже този пример. Если бы эта программа могла помочь там, ну, хотя бы из 100 человек, хотя бы 10. Ако тази программа би могла да помогне от 100 человек по ней на 10. Ама уже имела бы смысл. Тя вече би имала смысл. А она помогает из 170. А тя помога от 100 человек на 70. И знаете ли, защо това работи? Именно по этой причине. Точно по тази причина. Потому что Иисус. Защото Иисус. Вот описание говорит, что есть только одно имя. Описанието казва, че има само едно имя. Которым нам надлежит спастись. С което ние се надлежим да се спасим. Кто пришел для тебя? Кое дошел за теб? С неба. От небето. Бог так сильно возобил этот мир, да? Бог толкова сильно заобичал този свят. Что отдал. Че отдал. Другое место говорит, что послал. Другото место казва, че и испратил. Сына своего единородного. Своя единороден син. Ну, вы знаете это место. Знаете това место. От Иоанна 3.16. Иоанна 3.16. Только Исус умер. Само, че Исус е умрял. Лично за тебя. Точно за теб. Только Исус заплатил цену. Само, че Исус е платил цената. Цену святой непорочной крови. Цената на святата непорочна кров. И только эта жертва могла быть принята Богом. И само тази жертва би могла да се приема от самия Бог. Только Исус воскрес за тебя лично. Само Исус е воскресал за теб. Вас радуйте? А кто этому верит вообще? Вы знаете, да, вот четыре духовных закона я в прошлый раз говорил. Надо их помнить наизусть. Мир был обречен. Все согрешили и лишены славы Божьей. Нет праведного ни одного. И вот опять второй шаг. И вот снова. Второй шаг. Бог так сильно полюбил этот мир. Полюбил тебя. Вот я приводил пример про Бил Грема. Про муравьё. За Били Грем. Колосален проповедник. И знаете, я там не говорил одну основную мысль. И не ви казах една основная мысль. Вот отец смотрит на муравейник. Бащата гледа към муравейник. Да. Да. А сын спрашивает, папа, мы как-то можем на них повлиять? А сына пита. Тати, ни можем ли някакси да повлияем на тях? Что-то им сказать. Нещо да им кажем. Чтобы они нас услышали. Че да ни чуят. Че да ни разберат. Вот как бы мы могли им помочь сейчас, вот в этой катастрофе. Как можем да им помогнем с тази катастрофа? И папа отвечает. И бащата отговаря. Это было его мгновенное откровение. Било мигновенное откровение към него. Он говорит, кому-то из нас надо стать муравьём. Той казва, че някой от нас трябва да стане муравка. Прийти к муравьям. Да дойде при установите муравки. И да им каже на техния язык на муравките. То, что может им помочь. Това, което може да им помогне. И то, что может им помочь спасти. И знаете, если вот так вот по-человечески рассуждать. И ако у човешка гледна точка рассуждаваме. Мы не можем трансформироваться в муравьев, правильно? Не можем да се трансформираме в муравки. Но я хочу сказать вам нашу разницу. Но искам да кажа нашата разлика. Ну, если человек не может. Ако човек не может. Бог может делать абсолютно все. Бог может да направи абсолютно всичко. И Бог это сделал. И Бог това и направил. Я не могу стать муравьем. Аз не мога да стану муравка. Но Бог захотел стать человеком. Но Бог е поискал да стане человек. Именно по этой причине. И точно по тази причина. Слово стало плотью. Словото е станало плот. Аминь. Аминь. И обитавало среди нас полная благодать и истины. И обитавало среди нас и полната благодать и истина. И вот это Слово, Слово Божье, Иисус Христос, Ишуа Маше, Он пришел, донесл за нас весь спасение, показал путь и сказал, что в определенное время наши тела изменятся. И даже сега вече, по нашата вяра, мы стали причастниками Божества. Част его тела, кост от костите му, плот от плоти му, не спирайки се умиваме с драгоценната кръв на Иисус Христос. Церковь Христова есть тело Иисус Христа, а Христос есть наша глава, так написано, глава тела есть Христос, и мы имеем разум Христов, и вот это истина, произошла трансформация, Бог так захотел помочь людям, Бог така и поискал да помогли на хората, пришел на эту землю, че дошел на тази земля, чтобы стать человеком, за да стане человек, чтобы люди через этого человека, за да хората през този человек, смогли в любой момент своей жизни, в всякакъв момент от своей жизни, третий принцип, всякий призвавший имя Господне спасется, всякий, който призове имято на Господ, ще се спаси, сердцем веруем к праведности, сердцето вярва в праведността, устами исповедуем к спасению, со состата проповедуем к спасението. Амин или не амин? Амин. Все начинает со Слово. Всичко започва со Словото. Мир начался со Слова. Мир е започнал от Слова. Вначале было Слово. Вначалото е имало Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Бог. И Словото е Бог. То же самое и в нашей жизни. Същото е в нашия живот. Когато я начинаю говорить Слова. Когато започвам да говоря Думи. Как Слова Божии. Като Божиите Думи. В этот момент начинается жизнь нового Творения. В същия момент започва живота на новото Творение. Аллилуйя. Аллилуйя. Вот это чудо. Това е чудото. Жизнь нового Творения. Живот на новото Творение. Иисус Христос говорит, теперь вы новое Творение. Иисус Христос казва, вече сте новото Творение. Древнее. Все прошло. Древното и минало. Теперь все новое. И не знаешь, откуда оно приходит. И куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от воды и от Святого Духа. Знаете ли, мы сегодня пели очень мощную песню. Боже, что я могу сделать для Тебя? Что я могу сказать Богу? Знаете ли, я часто молюсь Богу. И я задаю с таким вопросом. Бог, что я могу Тебе сказать? Я ограничен человек. С ограничен человеческими мозгами. Разве можно сравнивать творение с Творцом? И вы знаете, мне приходит побуждение каждый раз. Имеет одно побуждение всеки път. Моли с Духом. Невероятно колоссальное преимущество. Почему? Что происходит с человеком, когда он начинает молиться с Духом Святым? Писание говорит, что никто не знает, что в человеке. Кроме Духа человеческого живущего в Нем. Освен човешкия Дух, который живет и в Него. Так и в Боге мы не знаем, что там. По същия начин, мы не знаем, какво е в Бога там. Это глубины неизследимые. Това са неизследвани глубины. Если Дух не откроет. Ако Дух няма да Го утвори. И вы знаете, когда мы молимся Духом. И ние, когда мы молимся с Духом. На самом деле, Дух Божий. Он вопияет через нас. Он ходатайствует за нас. Он говорит на равных с Богом. И в этот момент Он возносит меня. Четвертия духовный принцип. Бог нас нас на престоле. Во Христе Иисусе. Вот кто в это верит? Кто в это верит, тот уже победитель. Потому что это невероятное исповедание. Это невероятное обещание Бога. А в книге Откровения что написано? Бог уже соделал в прошедшем времени. Он соделал нас царями. И священниками Бога. Вы можете вот это просто вот так вместить? Можете ли Духу представить и Духу вместить во Себесе? Какая колоссальная победа. Каква колоссальная победа. Кем мы были? Как вы сме были? Все согрешили, лишены слава Божия, да? Обеславленные. И кем мы стали во Христе Иисусе? Грешното сердце и лишеното Божията слава. И как вы сме стали во Христе Иисус Христос. Просто необходимо поверить. И трябва да повервате в това. Потому что задача любого проповедника понеже целта е на всеки проповедник это донести вот эти важные истины. Да донесе тези важные истины. И я конечно не буду повторять сейчас те шесть шагов и аз няма да повторям сега тези шесть стъпки которые мы уже прошли които вече минахме. Можно посмотреть их в двух предыдущих проповедях. Ви можете ги погледнете в две миналите проповеди. Я пойду дальше сегодня. Ще отида нататък. И сегодня мы проходим седьмой шаг. И днешче минем седмата стъпка. И он звучит так. И той звучит така. Мы смиренно просили Бога избавить нас от наших недостатков. Смиренно сме молили Бога да ни... Смиренно просили Бога избавить нас от наших недостатков. Да примахне от нас нашите недостатки. Напомни шестоят шаг. Шестоят шаг звучит так. Шестоят шаг, която сме минали минали път звучи така. Полностью подготовились к тому, чтобы Бог избавил нас от наших недостатков. А седьмой шаг звучит вот так. Мы смиренно просили, чтобы Бог уже избавил нас. И седмата стъпка звучит така. Ни смиренно сме молили, че Бог вечер да ги примахне от нас. Когда это и как это происходит? Кога и как это стало? Вообще написано Бог садил нас совершенными, правда? Вследствие пишет, че Бог не е направил совершенными. Во Христе Иисусе, уже. В Иисус Христос, послание к евреям. Послание к евреям пишет. Мы откроем сегодня послание Якова, четверта глава. А ние ще отворим посланието на Яков, четверта глава. Шестого стиха. От шести стиха. Перевод мы можем смотреть на проекторе. Превода можем да го гледаме на проектора. Но тем больше дает благодать посему и сказано. Бог горд им противица, а смирен им дает благодать. Вот это очень мощный принцип. Това е мощный принцип. Кто-то его знает, кто-то уже запомнил, кто-то, пожалуй, запомните. Някои вече го знаят, някои са запомнили, които не са запомнили. Моля, запомните. Потому что это принцип вечной жизни. Понеже това е принципа на вечния живот. Или ты будешь бодаться с Богом, как Савул, как бодался, как Савул когда-то бодался. Като Савул шел против рожна. Или ты просто смирися под крепкую руку Божию. Или ще се смириш под Божията ръка. И вот седьмой стих написано. Итак, покоритесь Богу. И в седми стих пише. Противостаньте дьяволу и убежит от вас. Покоритесь Богу. Противостаньте дьяволу. Сам дьявол, сатана будет от вас бегать. Самия дьявол ще бяга от вас. Приблизьтесь к Богу, приблизиться к вам, очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь. Плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость в печаль. Смиритесь пред Господом и вознесет вас. Аминь. Аминь. Вы знаете, вот есть очень мощные, колоссальные обетования Нового Завета. Много мощные обетования в Новый Завет. Которые говорят, например. Кое-то говорят, например. Бог возьмет, что? Бог вземе как его? Немощная мира сего. Чтоб посрамить сильных мира сего. Второе обетование. Бог возьмет немудрая века сего. Второе обетование. Бог ще вземе немудрая века сего, чтобы посрамить мудрые века сего. И третье. Бог возьмет ничего не значащее этого мира, чтобы посрамить значащее этого мира. Вот это принцип смирения на самом деле. Потому что кто-то когда-то был вообще ничем, и в Иисус Христос, тук пише, смирите се пред Господа и Той ще ви възнесе. Това е 10 стих. Бог ще ви възнесе в своето време, така пише. И вот этот принцип, он очень важен. И този принцип е много важен. Ниспростаят и седьмой шаг, полнота Божия. И това е седмата стъпка, Божията полнота. И он основан на смирение. И то е основан на смирение. И вы знаете, я думаю, что это моя история, которую вы уже слышали, знаете. В смысле, че тази история, която вече сте чували, която вече знаете. Кем я был. Кой съм бил. И я могу так сказать о том, что училище, одно училище я не закончил. И аз мога да ви кажа, че едно... Коротко, если так. Едно учебно заведение не съм завършил. Первое учреждение после школы, в котором я учился, я учился на наши актеры. Първото учреждение, където не съм завършил, след училище, аз съм се учил за миньор. На подземного електрослесаря. За подземен електрослесар. И не съм го завършил, понеже ме обвиниха в преступления, които не съм направил. И отправили ме досрочно в армия. И ме пратиха в казармата досрочно. И там я... Почему-то хочется рассказать, что... Ну да, я в прошлом спортсмен, дзюдоист, каратист. Да, искам да ви кажа, че в миналото съм спортист, дзюдоист. В Сургуте меня на карантине отобрали. В Сургут в карантин ме призываха. Знаете ли, где Сургут находится? По-моему, мой Эдди был в Сургуте. Нет? Почти. Рядом в Сочи, да? Свае до Сочи. Ну, заполярный круг, короче. Заполярный круг. Ну, мне там повезло, потому что я там был один месяц на карантине. Это был июль месяц. Но искарах космет, понеже сам бил там саму один месяц на карантине. А потом, через месяц нам сказали, что начинается полярна ночь. И след месяц ни казаха, че започел полярната нощ. И я оттуда очень быстро смылся, в принципе. Много бързо си тръгнах оттам. Там прошел отбор. Минах отбора. Меня испытали. Но я просто хочу рассказать, что такое просто коротко посвящение в спецназ. Но искам просто кратко да ви разкаже какво означава посвящението в спецназ. В Тюмень. В учебное подразделение. В учебный батальон. В первый взвод спецназначения. В первые взвод спецназначения. В первые специальные войски. Чтобы туда поступить нужно было пройти посвящение. Ты готов пройти посвящение? Готов, конечно. Я скажу, да. Чак от Сургута идвам при вас. На всичко съм готов, че да не се върна там. И те казват, лягай тук. На някаква кушетка. И вдигни си панелката. Хубави ли плочки имаш? Трябва да издържиш. Посвящение заключалось в том, что сержант нанес больше, потому что он промахнулся. Посвящението е било в това, че сержанта да ме удари с... Солдатская пряжка. С... Солдатский кулан. Солдатский кулан. Войнишкий кулан. На конце этого кулана, да, этой пряжки была бляха. В крае на... В крае на тоже кулан имела катарана. Катарама. Да, она была из... Что-то... Латуна медная, что-то такое, сплав какой-то там был. От някакъв сплава била. Постоянно чистили по стогое, чтобы она блестела. И вот нужно было ударить по животу так, чтобы на ней осталась звезда. И трябваше да удари по корема така, че там да остане звездата. И звезд должно быть пять. И звездите трябва да са пет. И сержант бил со всей силы. И сержанта е бил с цялата си сила. С перви удар он нанес, а звезда не отпечатала си. И с първи удар, който е нанесал, звездата не се отпечатала. И один раз он промахнулся, нанес мне удар по подвздошной кости. Вот сюда. И един път не е попаднал и ударит там под подвздошната кост. Со всей силы, со всей дури. С цялата си сила. Если сказать, спросите у меня, было ли мне больно? Ако ме попитате ли, дали ми е боляло? То это ни о чем не сказать. Я чуть не потерял сознание. А за малку до изгубя сознание? Ну я прошел это посвящение. Ну а сминах того посвящения? Хотя думаю, было бы ради чего. Но си замислих, за как вовсе ж на стабило? То, как там просто... Не буду об этом долго говорить. Давайте лучше посмотрим опять на Христа. Пакто поглянем к Христос. Я просто хочу показать, с какой... С какой глубины Бог меня достал. Просто искам да ви покажу, от какви дълбочини Бог ме е извадил. Ну то есть, буквально... То есть, я был в шахте. Буквально, бил съм в шахта. Шахта успела опуститься один раз всего лишь. Успях там да се спусне самым веднъж. Была практика. Имах практика там. Тази шахта била на името на Кастенко. Един украинец там е оставил голямо следа. Вот такой передовой шахтер. И в честь него назвали шахту. И назоваха в негова честь шахтата. Ну то есть, Бог меня достал буквально из шахты. Бог буквально ме е извадил от шахтата. Слава Богу, училище это я не закончил. Слава на Бога, това заведение учебно не съм завършил. И вот через какое-то время, слава Богу, что у меня сбылась моя мечта. И след някакво време, слава на Бога, моята мечта се избъдна. Работая на НКМЗ, это завод по изготовлению таких специальных опор для шахт именно. Когато съм работил в един завод, който я произвеждал шахтное оборудование. Оборудование за шахти. За мини. За мини. Там я стал бригадиром. Там станах бригадир. И меня решили отправить в политехнический. И решиха да ме испратят в политехническом учреждении. Я попросил Сан Саныча. Я помолил Александра Александрович. Мога ли да ви помоля да ми напишете направление в медицинский институт? Я узнал, что можно было поступить через РАПФАК. И аз разбрах, че мога да поступя через что? Через рабочий факультет. Через работнический факультет. И это случилось. И това се случи. И вот так вот пошло. И тогда започна все чуя. Но искам да ви кажи, как Бог ме воздигал. Знаете, на пятом курсе у нас была большая специализация. На пяти курс не имахме голяма специализация. Как я уже много раз рассказывал, наш институт был еврейским. Много пъти съм рассказывал, че наш институт е бил еврейский. В основном его основали репрессированные евреи. В основата са го основали репрессированные евреи. И вот я попадаю в группу. И попадам в группата. Будущих психотерапевтов, психоневрологов. На бъдещите психотерапевти и психоневрологов. А туда набор был очень такой жесткий довольный. А там отбор е бил много жесток. Большая конкуренция. Голяма конкуренция. И я в нее попал. И аз там попаднах. И я помню Людмила Степановна Гурова. Была тогда заведующая. И аз срещам Людмила Степановна Гурова. Еще отрыве. Очень мощная еврейка. Е била председател там. Много мощная еврейка. Наталья почему показала на мою жену? Потому что она успела пройти у нее специализации. Защото показам к моята събруга. Наталья там е успяла да мине... Медицинска психология. Да мине обучение за медицинска психология. Она потом уехала в Израил. После е заминала за Израил. И вот я попадаю в ее группу. И аз попадам в ней на та группа. И она ко мне подходит так. И тя утила при мен. Говорит. А ты кто такой? И казва. Кой си ти? Вы знаете. Я потом узнал. Что в эту группу попадали по блату. И аз после разбрахчивав тази группа. Савлизали саму с пари. И она говорит. Как ты сюда попал вообще? И тя казва. Как си попаднал тук? Я говорю. Ну я проходил конкуренцию. Я сильно хотел. И я попал в эту группу. И аз ей казах. И аз минах конкуренция. Много силно исках да попадна в тази группа. И попаднах. Она говорит. Это невозможно. И тя казва. Ами не е възможно това. Я хочу сказать о том. Что Бог выдвигал меня. Искам да ви кажа. Че Бог ме е воздигал. И это произошло после моего уверования. И това е започнал след повярването ми. Я уже иду к концу. И аз вече вървя към края. Сегодня решил сократить. Днес реших малко да сократя. Потому что у нас будут еще спикеры. Понеже ще има още спикери днес. И вот это. Именно вознесение. По-другому никак его не могу назвать. И всъщност това вознасяне. Не мога да го назова с други думи. Потому что в определен момент. Когда я смирился под крепко руку Божию. Понеже в определен момент. Когато се смирих под Божията твърда ръка. Бог буквально взял меня и начал меня возносить. Бог буквально ме е взял и започна да ме вознася. Трудно в это поверить. Много трудно да повярваш в това. Бывший будущий шахтер. Да, может така по-другому никак не скажу. Бивши бъдещ миньор. Не мога да по-друг начин да го кажа. Который прошел практически все вот эти наркозависимости. Который прошел практически все вот эти наркозависимости. От в 25 лет я его веровал. В 25 лет я его веровал. На 25 години аз повярвах. В 91-м году. През 91-ма година. И Бог меня просто освободил вот так. Просто одним движением. И Бог на пълном ме освободил с такого движения. От наркотиков. От наркотици. От алкоголя. От алкохолизм. Полинаркомания. От полинаркомания. От курения я курил. От пушенето. Аз пуших. В том числе курил анашу. Марихуана. И даже пуших и марихуана. Жег все свои вены. Изгорях всичките си вени. Вот можете ли в это поверить вообще? Можете ли да повярвате в това? 30 лет тому назад Бог освободил меня. Преди 30 години Бог ме освободил. Почему-то очень странно. Многое странно. Дольше всего я получал освобождение от курения. Найдолго сам получавал освобождение от пушенето. Очень почему-то было трудно бросить курить. Не знам, защо, но я било многое трудно да продопуща. Шесть месяцев. Шесть месяцев. Я боролся с никотином. Аз борихся с никотином. И потом понял, что это было связано с моим непрощением. И после разбрах, че я било сврзано с моёто непрощавание. Я люто ненавидел своего отца. Я ненавидел его. И я его не мог простить. Вот восьмой шаг звучит так. Осмата стъпка звучит така. Составили список всех людей, которые мы повредили и обрели готовность возместить им причинённый ущерб. Съставили список нужно. Съставили список на всички хора, на които сме навредили и обрели готовность возместить этот ущерб. И сме готови да възместим тази загуба. И я сразу прочитаю девятата шаг. И веднага ще ви прочитаю девятата стъпка. Потому что они напрямую связаны. Защото напълно са свързани. И мы напрямую. И ние пряко. Возмещали причинённый этим людям ущерб. Възместили сме причинен на тези хора. Где это только было возможно. Стити. Где это только было возможно. Където е било возможно. Кроме тех случаев. Освен тези случаев. Когато по моята вина. Ктото мог или погибнуть. Което или е загинал. Или получить повреждение. Или е получил повреда. Или получить что-то. Что я не могу никак возместить. Или е получил нещо. Което аз не мога да го возместя. Някаква загуба. Я тоже. Я помню. Я несколько раз рассказал об этом. Аз се сещам. Вече няколко пъти съм рассказал за това. Что когда я начал составлять список. Че когато започнах да составим списка. Всех тех людей. Кому я причинил когда-то зло. На всички тези хора. На които някога съм причинил злото. И потом я ходил конкретно и возмещал. И после вървях пред тях. И возместявах. Вы знаете. Я хочу открыть место. Которое написано в Евангелие от Луки. Искам да отворя одно место. Което пише в Евангелие от Лука. Девятнадцата глава. Девятнадцата глава. С первого стиха. От първи стих. Здесь, конечно, мы прочитаем историю про Закхея. Только естественно, что прочитаем историю за Закхей. Потом Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот некто именем Закхей, начальник мытарей и человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он. Но не мог за народом, потому что он мал был ростом. И забежав вперед, влез на смокомницу, чтобы увидеть его потом, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо мне быть у тебя в доме. И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, встав, сказал Господу, Господи, половину имения моего я отдам нищим. Если кого чем обидел, вот не все имение, а половину только. Не тело-то имение, само половина-то. Если кого чем обидел, воздам в четверо. И смотрите, что отвечает ему Иисус. Иисус сказал ему, ныне пришло спасение дому сему. Ни одному даже человеку, ни одному Закхею. Всему дому. Пришло спасение дому сему. Скажи, пришло спасение дому моему. Скажи, дошло спасение за мою дом. И вот 10 стих. Ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Возмещать причиненный тобой лично ущерб, это признак того, что ты спасенный человек. Това е признак на това, че си спасен человек. Знаете ли, аз, когато получих спасението, я мучился, потому что были люди, которых я сильно обидел. И имало хора, които много силно убедил. И мало я хора, които просто съм убедил. И моя совесть, она буквально вот так горела. До тех пор, пока я не находил этого человека. До тех пор, пока я не находил этого человека. И не возмещал ему этот ущерб. И не возместявах тези штити. Знаете, это как признак спасения, это как признак того, что ты омылся кровью Иисуса. Признак на спасение, то е признак на това, че си се омил с Иисусовата кровь. И твоя душа пришла в порядок. И она стала чистой. И святой. И тебе хочется, чтобы все вокруг тебя было чистое. В доме постоянно чистота. В къщата винаги да е чисто. Потому что хочется постоянно, ну, видишь там, что-то упало, да? Понеже, като видишь, нечто е падало, искаш да го махнеш. Нещо е мръсно. Ну, если вы побудете у нас в гостях, вы увидите, что у нас, ну, я не скажу, что всегда, но практически всегда чисто. А кудой идете на гости при нас, не ма да кажете винаги, но почти винаги чисто при нас. Я думаю, чистота – это тоже признак спасения. А смыслю, че чистота – это признак на спасение, то сошто. Когда вот так чисто. Кугато е чисто. Когда отношения чистые. Кугато враските с очисти. Когда скрывать нечего. Кугато няма как вода криешь. И вот, вы знаете, вот, у меня оставалось несколько человек буквально. И оставали са само няколко човек в този список. Можете себе представить? Вот, вроде бы мелочи. Можете ли да си представите? Може да е нещо мъничко, дребно. В 10 лет я начал заниматься дзюдо. На 10 години започнах да се занимавам с дзюдо. И посвятил дзюдо 6 лет. И посвятих на това занимание 6 години. Занимавшись 4 года в клубе Буривестник. Занимавах се в клуба Буривестник 4 години. У знаменитого тога тренера Виктор Ивановича Тужикова. При знаменит тренер Тужиков. Да, Сократена Тужиков, самофамилия. Он начал готовить меня для перевода в старшу групу. Во взрослите. И започнат да ме готви за перевода към по-голямата група, по-възрастната. И меня отправили на сборы. И ме изпратиха на състезанието. Коротко расскажу. Кратко ще ви кажа. На сборы я попал со старшаками. На състезанието попаднах с по-големите. Там КМС-е подзюду, мастера спорта, международники. Мастерите на спорта и от международни состезания. И мы три пацана с младшей групой. И не три момчета от малката група. Через какое-то время началась дедовщина. Не знаю, как на булгарске язык. Куда-то по-големе закачат по-малките. И да, започна това, кое-то каза пастора. Големите започна, да закачат малките. Мелкие бегают, там такие здоровые богатыри. Шалбан там дал, короче, улетел там куда-то. Начались какие-то унижения. Иди, сходи, бегай туда. Утиди, направи това. Мальчики на побегушках. Момчей за всичко. Да. И я когда вернулся, я не захотел переходить в эту старшу групу. И аз когато си върнах, аз не исках да утимам в по-големата група. По понятна причина. Разбирате за что? Я просто ушел. Аз просто си тръгнах. И перестал заниматься дедо. И спрях да се занимавам след дедо. И через несколько месяцев с нашего класа несколько пацанов ушли в клуб Динамо. И след няколко месеца, няколко момчет от нашата група утидаха в друг клуб Динамо. Опять же дзюдо. Отново дзюдо. Но там другой уровень. Но там е совсем другой ниво. Там знаменит Малкин. Там е знаменит Малкин. Тренер международного класа. Тренер на международен клас. Заслужен. Заслужен. И я за компанию решил тоже туда пойти. И аз заедно с тях също реших да утида. А так как я был более подготовлен. А той, като сам бил по-подготвен от тях. То тренер за меня схватился. То тренера започна да се държи за меня. И сразу начал меня выставлять на соревнования. И веднага започна да ме праща по състезания. И я занимаю первое место, второе место, на областните състезания. На республиканских състезаниях. И вдруг я вижу, что в судейской коллегии сидит мой старый тренер. И аз виждам изведнаж, как в судейската коллегия сиди моят бивши тренер. А я занял первое место. Аз заех тогава първо место. И он отвел меня в сторонку. И той така отведе меня на страни. И той казва, знаеш ли кой си ти? Ти си предател. Я в тебя столько сил вложил. Столько лет ти у меня занимался. Столько лет ти у меня занимался. И сейчас ты первое место занимаешь за кого-то. И сега займаш первое место за някой тюк. Я сейчас пойду и буду ходателствовать от твоей дисквалификации. А сега ще утида и ще ходателствовам за твоята дисквалификация. И он пошел да добился. И той утида и се добил? Меня с этих соревнований дисквалифицировали. Дисквалифицираха ме от тези състезания. И я тогда вообще какое-то время еще позанимался. И аз след това още малко тренирах. Но потом у меня произошел вот этот инцидент, что у меня произошло отслоение сетчатки правого глаза. И после станал този инцидент отслояването на... На мрежата. На мрежата в окото. На тясното око. И меня списали. И мен ме отписаха. И я ушел. И аз си тръгнах. И вы знаете, я вот мучился от того, что я предал. И аз си измъчвах от това, че съм предател. Ну так меня обвинили. Понятака ми казаха. Так тренер сказал. Тренера така каза. Когда я работал на заводе. Когато съм работил на завода. Один раз мастер привел этого тренера. Веднаж майстора доведи този тренер. Он делал какую-то запчасть для своей машины. Правил и някаква част за своято кула. И я был готов провалиться сквозь землю. И аз съм бил готов да исчезна на място. А когда он меня тренировал, я был таким. Когато меня тренировал, аз бях такъв малък. А когда я на заводе работал, уже был таким. А когато работих на завода, вече бях такъв. Думал, что он меня не узнал даже. Не мисля, че меня познал даже. Но я от него спрятался. Но аз се скрих от него. И знаете, вот я уверовал. И аз повервах. И я вспомнил про этого человека. И аз се сетих за този човек. И Дух Святой мне проговорил. И Святие Дух ми каза. И если ты встречаш его. Ако се срещнеш с него. Просто поговори с ним. Просто говори с него. По просив него прощение. Извини му се. И вы знаете, Бог такъв устраивает встречи. И знаете ли, Бог такъв прави срещи. Я помню, я залез в тролейбус. Срещам се. Аз се качих в тролейбус. А тут прямо вот сидит на сиденье Виктор Иванович. А тук на седалката стои Виктор Иванович. А рядом с ним место свободно. А до него местото е свободно. И Бог мне говорит. Садись и разговаривай. И Бог ми каза. Сядай и говори. Это было, конечно, настолько чудесно. Толково чудесно е било. Седнах до него. Говорю, Виктор Иванович, вы меня помните? Казавам, Виктор Иванович, срещате ли се, кой съм аз? Он говорит, напомни. Той каза, напомни ми. Ну вот примерно тогда, тогда я занимался у вас дзюдо. И аз казавам, примерно тогава съм се занимал с дзюдо при вас. А он говорит, а, вспомнил. А той каза, а, срещам се. Такой, там, с групой такой, покрупней, корейчик. Бил си с по-голямата група, такъв корейчик. Подавал надежды. Давал си някакви надежди. Я говорю, Виктор Иванович, я хотел вас попросить прощения. Я сказам, Виктор Иванович, искам да ви се извиня. Вы знаете, вот вы тогда нас отправили на сборы. Тогава не изпратихте за състезания. А там старшаки начали просто вот нас, ну вот так, гнобить. А там голямите хора започнахат толкова да не унижават. Там просто какие-то вот такие несправедливости возникли. Такие во несправедливости собили. Я решил, что я в эту групу не перейду. И аз решив, че вовтаз, и група няма да утида. Говорит, а че ж ты мне не сказал? А той каза, за что не си ми казал? Ну, вы знаете, в нашем городе такие законы. Нали знаете, в наше градо са такива законе? Если ты понес, пошел и донес. А ку си утишел и си казал. Ну, ты последний человек вообще. Последний человек ставишь. Ну, не принято было так. Не приятно было. Могли козлом назвать. Можеха да ти кажат козел. И вот я говорю, вот так получилось, что я не пошел в старшу групу. Я сказах така, си случило, че не утида в по-голямата група. И я прошу вас прощения. И аз многого се извинявам. Простите меня, пожалуйста. Простете ми. Вот, может показаться мелочью. Това може да изглежда дребно. Ну, знаете, это шаг смирения, на самом деле. Но в същност е стъпка на смирението. В этот момент происходит сокрушение твоей гордыни. В същото време се случва сокрушението на твоя гордость. Твоего человеческого эго. На твоето човешко эго. И вы знаете, что мне Тужиков ответил? И знаете ли какво ми отговори той? Да, говорит, вообще, если бы ты тогда мне сказал бы, мы просто бы как-то решили бы эту проблему. Ну, говорит, вообще не держи это. Все нормально, проехали. Той ми каза, че якоби ми казал, не чтях ми нещо да решим, а сега не се замисли, вече заминуло. Не се притеснявай. Говорит, ты где учишься, работаешь, обменялись с ним. Ну, если коротко мы с ним простались с хорошими друзьями. Знаете ли на какво прилича тази стъпка? Тази 8 и 9 стъпка. От расчищения твоего источника. От каменных завалов. Потому что с моей души тогда свалился еще один камень. Последнего человека, которого я все-таки смог простить. Это был мой отец. Это был последний человек. И когда я его простил, с моей души просто свалилась могильная плита. По-другому не скажешь. Вот моя душа и падала могильная тежест. Знаете, в этот момент я стал свободным человеком. И в същия момент станах свободным человеком. На вот этой ноте я хочу сегодня закончить. И тук ще завершим. И опять же подвести итог. И да обобщим. Знаете, вот Евангелие от Матфея говорится. В Евангелие от Матфея говорится. Что после освобождение. Че след освобождаването. Когда бес выгнан. Когато бесовете са изгонени. Он ходит по местам каким? Той ходи по какви места? Безводным. Безводни. Без бояться воды. Бесовете се страхуват от водата. И потом они вспоминают, как хорошо было в той душе. Мы с этим человеком могли делать все, что хотим. И через него хотели. Все, что хотели делать, мы сделали. И они возвращаются к этой душе. И видят. И смотрите, как Евангелие от Матфея. В 12 главе вы сможете прочитать. И видят, что эта душа не занята. И там убрано и чисто. Вот как работает эта программа. Если твоя душа занята. Кем занята? Только Иисусом Христом. Самый Иисус Христос. Только Ишо Маше. Самый Ишо Маше. Самый Иисус Христос. Поэтому так и написано. Тот, кто в нас. Больше того, кто в этом мире. Если с нами Бог, то кто против нас. Смиритесь под крепкую руку Божию. Противостаньте дьяволу. Противостойте на дьявола. И убежит от вас. Вот она победа. Вот я, бывший наркозависимый. Бывший не свершившийся шахтер. Бивший така и не станал миньор. Который Бог просто вытащил из этой ямы. Из этой шахты. Бог така и извадил от шахтата. Из наркотической ямы. От наркотической ямы. И кто я сегодня? И кой сам аз днес? Кто это сделал? Кой го е направил това? Ну я сам сегодня стать профессором. Нейрология. Бих ли могла аз сам да стана днес профессор на неврология? Я сегодня я профессорec gest grelum. Днес ам профессор на церебрология. Я сам в это не могу поверить. Не мога аз сам я да повярм в това. Я сегодня епископ. Днес ам епископ. о чем можно еще в Боге мечтать? Ну, я знаю, что я вот вот в этом, во всем, вот в этом вознесении я не мог сделать ничего. Я мог только позволить Богу сделать то, что Он запланировал для моей жизни. Во Христе Иисусе. Посадил меня на троне, возложил меня на трона, сделал меня царем и священником, не потому что у меня какие-то способности, а просто по своя милость. Аминь. Поэтому давайте верить, друзья, правда? Скажи, я царь. Скажи, я священник. Кажи, аз съм священник. И я сегодня сижу на троне. Днес аз стою на троне. Во Христе Иисусе. Во Иисус Христос. Потому что Иисус Христос. За чтото Иисус Христос. Он уже сидит там. Той вече стоит там. А десную Бога на небесах. Царь царей. Царь на царавете. Бог богов. Бог на боговете. И Господь господствующий. И Господь на Господствующий. Всичку на Него слава и величие. Во имя Иисус Христос. В имя Туна Иисус Христос. Аминь. Аминь. Будьте благословенны. Аллилуйя. Будьте благословенны. Я бы хотел предоставить...